Привет, друзья! С вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим о оформлении гражданства в упрощенном порядке по действующему закону и, соответственно, в связи с последними изменениями, а именно вступлением в силу нового закона о гражданстве 26 октября 2023 года. Значит, по диплому, по квалификации диплома Российской Федерации, полученному на территории России. Именно на территории России, именно российский диплом, по которому можно оформить тот или иной статус. На текущий момент можно оформить РВП, если вы получили диплом среднеспециальный, высшего образования, и вы выходец из стран бывшего Советского Союза. Оформляем РВП и дальше через 8 месяцев подаем на ВНЖ. Если у вас высшее образование, диплом с отличием, вы можете оформить вид на жительство. Здесь не имеет разницы, какая страна. Главное, чтобы диплом был высшего образования, то есть бакалавриат, магистратура, соответственно, например, и диплом был с отличием. И вы подаете на вид на жительство, минуя РВП. Еще раз подчеркну, что если диплом синий, и вы выходец из стран бывшего Советского Союза, то подаете на РВП через 8 месяцев на ВНЖ. Если у вас диплом с отличием, высшего образования, бакалавриат, магистратура, вы сдаете сразу на вид на жительство. И по действующему закону, значит, отработав один год с дипломом, значит, необязательно по специальности по диплому, официальное отчисление, справка из Пенсионного фонда, индивидуальность своего счета, что там будет указано, что вы один год отработали официально, дальше подаете на гражданство. Это все связано с дипломом на текущий момент. После 25 октября, с 26 октября, когда вступит в силу новый закон, схемы РВП в ВНЖ остаются без изменений. То, что та же самая схема, также пока оформляем РВП по синему диплому и граждане бывшего Советского Союза ВНЖ с отличием, здесь не имеет отношения какая страна, главное, чтобы диплом с отличием был в Госвуз. А вот на гражданство, если у вас диплом, опять же, с отличием, госаккредитации ВУЗа и высшего образования, то вы имеете право при наличии ВНЖ о поформе гражданства в упрощенном порядке без, естественно, подтверждения знаний языка, доходов, зданий медицины и дополнительных каких-то приложений, документов. То есть у нас появляется основание, когда мы с дипломом с отличием о высшем образовании и при наличии вид на жительство в упрощенном порядке без какого-либо срока проживания имеем право оформить гражданство в упрощенном порядке. И также остается основание, когда у вас есть диплом ВНЖ и один год стажа. То есть не обязательно, например, диплом с отличием, синий диплом, в том числе там и ординатура, интернатура, перечень он указан и, естественно, высшего образования, например. И год стажа, официальное отчисление и в упрощенном порядке мы тоже имеем право оформить гражданство. Это с 26 октября 2023 года. То есть при наличии вид на жительство, обязательное условие постоянного проживания в ВНЖ на руках, значит, штампику постоянного проживания в ВНЖ, мы имеем право выбрать два варианта. Если с диплом с отличием высшего образования подаем упрощенное гражданство без сроков проживания, и если у вас диплом, например, высшего образования, синий диплом, но также есть год официального стажа, официальных отчислений в пенсионный фонд, официальные работы, мы тоже имеем право по этому пути пойти и оформить в упрощенном порядке гражданства Российской Федерации. Срок рассмотрения 3 месяца. Именно категория дипломов и категория уровней образования указаны в пункте, который по статье 16 именно связан с оформлением гражданства с образовательной деятельностью. Таким образом, в новом законе у нас будет два основания. Диплом с отличием и диплом с синий и плюс год стажа. То есть эти основания остаются, и мы можем двигаться уже на прием гражданства, независимо от страны исхода. Главное, чтобы здесь был вид на жительство и там уже идет категория с дипломом. Ну, я думаю, что в преддверии вступления всего нового закона гражданства появится указ о реализации насчет приема гражданства, где будет, соответственно, перечень, разъяснение и дополнительные комментарии по документам. Так что будем с вами на связи. Телеграм-канал, новости изменения, комментарии там и дополнительные видеообзоры на YouTube. Всего доброго, до свидания.